Субтитры подогнал «Симон» Священномученик Владимир, митрополит Киевский, это первый из архиереев, кто пострадал в годину лихолетия. В 1918 году, 25 января, по старому стилю, его вывели за территорию монастыря и зверски убили. А он, как любящий отец, молился о безумных детях, как Господь на кресте, прости им, Господи, они не ведают, что творят. Когда его мощи обрели, то его рука так и была сложена на благословение. Один из убийц рассказывал, хвалясь своим подвигом, что этот старец был каким-то странным. Мы его убиваем, а он за нас молится. Мы находимся на холме, который символизирует Голгофу, священномученика Владимира, митрополита Киевского. Недалеко от этого места митрополит Владимир принял свою мученическую кончину. Священномученик Владимир явил пример того, как надо следовать за Господом. Он отдал свою жизнь за Христа, за Церковь и за то светлое время, когда любой верующий человек сможет прийти в храм, исповедаться, причаститься, принять таинство, ведущее в жизнь вечную. Будущий митрополит Владимир в миру Василий Никифорович Богоявленский родился в 1848 году в Тамбовской губернии. Высшее духовное образование получил в Киевской духовной академии, который окончил с отличием в 1874 году. Годы жизни и учебы в Киеве явились той благодатной почвой, на которой со временем расцвели духовные и просветительские дары святителя. Василию Богоявленскому предлагали остаться при академии для подготовления к профессорскому званию, но молодой ученый стремился на родину, чтобы посвятить себя педагогической деятельности. В Тамбовской духовной семинарии он преподавал сразу несколько богословских предметов, а также немецкий язык. Через 7 лет педагогической деятельности Василий Богоявленский принял священнический сан, но вскоре его постигло огромное жизненное испытание. От скоротечной чахотки умерла жена, а затем и малолетний ребенок. Усматривая в этом промысел Божий, отец Василий принял решение всецело посвятить себя служению Богу, церкви и принял монашеский постриг. При постриге ему было дано имя крестителя Руси, равноапостольного князя Владимира. И в этом тоже усматривается таинственное предзнаменование. Самый трудный час испытаний, когда революционные кровавые бури терзали не только древний государственный уклад, но и духовный корабль, православную церковь, митрополит Владимир был послан служить на древнюю киевскую кафедру. Вехи его свидетельского служения свидетельствуют об огромном пастырском даровании. Еще при жизни свидетеля Владимира часто называли всероссийским митрополитом. Он возглавлял архиерейскую кафедру в Самаре, был экзархом Грузии, управлял московской, а затем санкт-петербургской епархиями. Аскет, пастырь, церковный деятель, митрополит Владимир был еще и талантливым писателем, и горячим проповедником Слова Божия. Он издавал и распространял бесплатно множество брошюр и листков. Много сил отдал владыка в борьбе с пьянством, но особенно резко обличал распространявшиеся в то время социалистические и атеистические идеи. Обладая от рождения скромным и мягким характером, митрополит Владимир в делах защиты чистоты веры и церкви проявлял абсолютную бескомпромиссность, несокрушимую силу воли до готовности положить душу свою. Два с небольшим года управления Киевской епархией были для священномученика последним испытанием его веры. Здесь митрополит столкнулся с движением самосвятов-раскольников, требовавших революционных реформ в церковном устройстве, изменения канонических норм, образования национальной украинской церкви. Митрополит Владимир стал на страже чистоты веры, ее апостольских вселенских законов, понимая, что болезненный вирус революции не должен охватить церковный организм. Он решительно отвергал всякие попытки по переустройству церкви. Враги из числа лжебратья предлагали ему стать патриархом всей Украины или требовали, чтобы он покинул Киев. К нему посылали подстрекателей, ему часто угрожали, его запугивали, но старец-митрополит оставался непреклонным до последних дней своей жизни. Святая православная церковь священномущенника Владимира причислила к лику святых. В 1992 году его мощи были обретены в крестово-звиженском храме, затем торжественно перенесены в церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. Здесь они и почивают. Субтитры создавал DimaTorzok